Добрый день, ребята! У нас такой гром, у нас такой дождь. Ух! Всё, в машину лезет. Сеня боялась, ребята. Боялась выехать. Думала... Не знаю, может пропустить школу. Так, поставлю телефон вот так. Думала, может пропустить школу. Очень боялась. Никак вот эти вещи не поменяю. Смотрите, как шумят. Такой гром, ребята, был. Я прям боялась. Думала, ну, смотрите, я выехала, и вроде бы всё нормально. Какой кошмар, ребята. У нас был 10 ливень. Это просто не передать. Это просто не передать словами. Какой был ливень, ребята. Сейчас, не знаю, хотела с мужем завтракать пойти. Такой дождь. Даже... Даже не знаю, ребята. Давай, выезжай. Давай! Что она делает? Вот, клянусь. Иногда я просто удивляюсь от людей. Выехать. Такая... Такие здесь... Мне пишут, такие у вас дороги узкие. А я уже к ним привыкла. Я их не вижу узкими. Наверное, будет всё качаться. Ни спорта вообще не сделать. Ролик... Ну, не ролик просто показать думала. Когда я включала... Когда я включала... Этот... Телефон... Вам просто слышать надо было. Не слышно, да? Какой гром. Ну, давай, да что теперь? Она пока... Он застегнёт ребёнка. Всё. Вот не можем выехать вдвоём. Это узкая дорога. А мне на работу, ребята. Он стоит. Мне вот сейчас начнут пипикать. А я здесь, а при чём, ребята? Он стоит, ребёнка пристегивает. Терпения у людей нету. Даже спасибо не сказал. Или извините, не сказал. Вообще... Наглые люди вообще. Давай! Короче, я боялась сегодня ребятам по выехать. Ребёнка в школу привезти. Боялась. Потому что с сильным... Мне надо эти штучки поменять. Никак не поменяю. Вот всегда вспоминаю, когда дождь идёт. Давай, давай, красавица. Вот так. А мне на работу, ребята. Сейчас я представляю, в каком состоянии подъезда, ребята. Так темно. Как будто это ночь. А сейчас 9 часов утра только. Ну, я взяла с собой зонтик. На испанском зонтик будет парагуа. Короче, хотела вам заснять. Папа у нас здесь громит. Но не получилось. Ну, и ничего. Да какой сильный дождь. Я боюсь. Остановилась. Я боюсь. Я боюсь ехать час. Я чуть-чуть подожду. Потому что, вот, я не трус, но я боюсь сильный дождь. Подождите. Так незаметно. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Смотрите. Смотрите, как падает. Вообще ничего не видно. Вот теперь буду сидеть здесь я в машине. Пока чуть-чуть лучше не станет. Такой у нас сегодня дождь был. Ребята, я вся... Ребята, вся на нервах. Сейчас вам расскажу. Ну, у нас сильный дождь пошел. И я в подъездах, где моют, там... Я гаражи тоже убираю. Знаете, один раз в месяц. Нет. Каждый, короче, трогает один раз в месяц. Да? Но это отдельная оплата. Это... Это как шабашка получается, да? Пришла сюда кофе выпить. Успокоиться немножко. Хотя мне надо было... Мне надо было что-нибудь выпить такое. Слушайте меня. Звонит мне мой шеф и мне говорит... Так как сильный дождь идет, в подвале, короче, вода. Вы знаете, я спускаюсь в подвал, а там вот столько воды. В подвале. Я не знаю, сколько литров там воды. И он мне говорит, возьми, говорит, баклажки. Возьми, говорит, баклажки. И вытаскиваю, говорит, воду. Или ведрами. Я ему говорю, ты что, вообще попутал, что ли, я ему говорю? Ты знаешь, сколько здесь воды? Я говорю, этими баклажками, я говорю, до завтра, говорю, здесь останусь, говорю, вытаскивать эту воду. Сколько литров здесь воды? Начал возмущаться. И мне говорит... Ты же, говорит, сильная. Не хочешь сказать толстая? Ты, говорит, сильная, ты, говорит, справишься. Я ему говорю, я не думаю, что я сильнее, чем мужчина, говорю. Приди сюда, сам, говорю, справляйся. Я говорю, не собираюсь. Он такой, последнее время, говорит, ты, говорит, очень много, говорит, возмущаешься. Поняли, да? Я ему говорю, у тебя какие-то проблемы есть со мной? Ты меня, ты меня контракт сделал для чего? Чтобы я подъезда мыла. Что-то я в контракте не видел, чтобы я воду таскала. Короче, все хотят бесплатную силу. Он хочет, чтобы я ему сейчас бесплатно эту воду вытаскивала. Я ему сказала, купи насос. Он мне говорит, я куплю сейчас насос, говорит, и принесу тебе, говорит, если ты хочешь. Насосом вытащишь. Я ему сказала, купи насос и приди, сам вытаскивай воду. Подъезд свой закрыла и пришла сюда кофе пить. Не буду я, девчонки, это делать. Еще этого не хватало. Он что хочет, чтобы я надорвала, что ли? Это вы представьте себе. Берешь два ведра воды, например, два ведра воды. Это как будто... Фу, ты плюнул, ребята. На лифт садись, на первый этаж, выходи на улицу и на улицу выливай. Он что, во мне... Кого он уйдил во мне? Дуру, что ли? Даже руки трясутся. Я же говорю, бесплатную силу все хотят. Сам что не придет? Что бы он мне не сказал, не иду, ребята. Я свою работу выполнила. Знаете, в чем дело? Если он сейчас намет кого-то, чтобы это делал, да? Конечно, придут люди-специалисты. Для этого есть специальные... Специалисты есть. Возьмут с насосом и все. И, конечно, ему возьмут деньги, которые сюда, за дорогу, за это все. И где-то пускай будет 200-300 евро. Он хочет, чтобы я ему за 10 евро это все сделала. Два часа, говорит, ты справишься. Я ему говорю, ага. Ты, говорю, мне покажи, что ты за два часа это справляешься. Там, я не знаю, ребята. Это, знаешь, это вниз, короче, в три... Это квартира и, короче, подвал. И просто вода засочилась. Я не знаю, как туда вода попала. Я не знаю, ребята. Мне плевать, ребята. Мне реально плевать. Короче, проблема у меня с ним теперь. Да пошел он нахер, ребята. Столько лет здесь я живу, ребята. И уже они думают... Он уже думает, что? Вообще, что ли, я уважение для себя потеряла, что ли? Если бы он мне сказал бы, я тебя оплачу хорошо. Насос тоже куплю. Давай присоедини. Давай сделай. Я бы сделала, ребята. Я бы сделала, ребята. А он за деньги вообще молчит. Мол, это мне в зарплату заходит. Хияр тебе моржовый. Найди другую. Короче, вот так. Короче, вот так, ребята. Вообще обновлю. Я от него в шоке, ребята. Сам все время поглаженный, сидит в рубашечке своей, не потеет ничего. Он открыл мне номер счета, ребята. В другом банке. Куда зарплату... И теперь он поменял, поменял банк. Поменял банк. И закрыл номер счета, да? Закрыла. А там, короче... А я тут... Мне разницы нету, ребята. Какой банк, да? Мне какая разница, да? В каком банке, да? И там, короче, 30 копеек, ребята. За вот это... За какие-то вот закрыть счет. Закрыть счет. И это все 30 копеек. Короче, обошлось это банку. И теперь мне, короче, сообщение проходит, мол, вы, мол, банку 30 копейки должны. Дело не то, что в этих 30 копеек, ребята. Это надо просто туда пойти и туда, и сюда, да? Я ему говорю, слушай, ты этот счет мне открыл, ты его и закрыл, правильно? Я говорю, а что ты не заплатила эти 30 копеек? И он мне говорит, а это же на мое имя стоит, номер карточки и все. А он мне говорит, да, это ерунда, короче, мол. Что ты, мол, паришься, короче. Оставь, ничего страшного. Вот я должна потерять утро, очередь встать, ребята, пойти туда и заплатить эти 30 копейки. Иду туда. Они мне говорят, здесь это не оплачивается, это надо, говорит, в почту пойти. Я теперь должна в почту пойти. Вот такой, ребята, вот такой, ему все похеру. Не оплачивай, он мне говорит, ничего страшного, а что там 30 копейки? Я говорю, ага, государству 30 копейки, через 5 лет это будет 300 тысяч. Там же проценты идут. Короче, вот такой, короче, ребята. И он даже, хорошо, что мне хоть, хоть мне сообщение это прошло. Я ему сейчас это тоже сказала. Я ему это тоже сказала. Я говорю, ты во мне дуру увидел, говорю, понял, да? Ты во мне дуру увидел. У ребята с моим мужем такие вещи не проходят. Вот у моего мужа организация, он такие вещи не делает. Понимаете? Как жалко, что я не могу к мужу мою на работу зайти. Потому что там, ну не жалко, но там, там инвалидность надо иметь, чтобы к нему зайти, да, на работу. У него серьезная организация. У меня шифт неплохой, ребята. Просто вот такие вещи бывают иногда. Я сегодня взяла зонтик моей кайтаночки. Моей кайтаночки зонтик взяла. Сейчас боюсь, что обратно сильно идут. Вы посмотрите, какая погода здесь, ребята. Здесь такая погода, как будто, смотрите, как будто ночь, ребята. Так, подождите, открою зонтик. Это кайтаночки зонтик. Сейчас подождите, смотрите. Смотрите, какой маленький. Аккуратненький. Вот так. Ладно, ребята, пойду я домой. Я еще кушать не сделала. Воду я сейчас еще буду таскать. Муж мне говорит, если я сегодня не смогу, он же за ребенком, он за ребенком ходит, да? Забирает ее. Я и отвожу, а он забирает. Я говорю, что он говорит. У него тоже там проблемы, короче, ну вот, после, вот, не знаю, почему, ребята, когда вот такой дождь, у всех такой хаос. Знаете, дождь, как будто из сахара сделанный. Может быть, я не смогу, говорит, у меня много работы. Я говорю, хорошо, говорю, может быть, я сама. Так что, ладно, ребята, я с вами не прощаюсь. Вот в этот момент можно поставить лайк. Пока мои золотые. Спасибо.